Приветствую вас, давайте попробуем потихонечку разобраться с тем, что с вами происходит. Вот вы говорите о том, что достала ревность, и что знаете, что парень верхний, знаете, что в общем-то поводов для ревности у вас нет, вроде как нет, но все равно ревнуете. Все равно ревнуете с вашего молодого человека и спрашиваете, что делать с этой ревностью. Для начала, прежде чем отвечать вам на вопрос, что делать с ревностью, давайте подумаем, когда, с какого момента она у вас появилась. Да? То есть, что послужило, ах, значит, причиной возникновения ревности? Что послужило началом того, что вы стали эту ревность испытывать. Испытывали ли вы ее раньше, когда с молодым человеком вы только встречались, или начали вы ее испытывать, только вот когда он уехал. Это первый важный момент. Второе. О чем я хотел бы с вами поговорить, это то, что вам 19 лет. Понимаете, ревность связана тем, что вы сами слишком сильно зависите от своего мужчины. То есть, вы чрезмерно преувеличиваете его значение для вас и наполняете это значение собственным личностным смыслом. И этот самый личностный смысл, ваш собственный персональный смысл, нуждается также в проработке, что он значит, какое значение мужчина для вас имеет и так далее. Второе, а точнее следующее, это то, что вы, ревнуя, проявляете по сути дела неуверенность в себе. То есть, вы ревнуете, значит, сомневаетесь в своем мужчине. А если вы сомневаетесь в своем мужчине, значит, вы по сути дела сомневаетесь в себе. И я хотел бы вас в этом контексте спросить, а почему, почему вы сомневаетесь в себе? В чем именно вы неуверенность в себе? Откуда и почему у вас взялась эта неуверенность в себе? И чем она связана? В каких своих качествах вы сомневаетесь? В каких своих способностях, в своих характеристиках, в своих чертах вы сомневаетесь? Это, опять же, очень-очень-очень важный момент. Потому что именно из этого, именно из этого вы, собственно говоря, черпаете основания для того, чтобы своего мужчину ревновать. Именно ваша неуверенность в себе вам это дает. Далее идет такое понятие, как страх. Вы чего-то боитесь, и это что-то вам довольно сильно управляет. Это что-то на вас довольно сильно давит. Нужно постараться определить, что представляет из себя ваш страх. Чего вы боитесь. Ну, предположим, что мужчина действительно вам изменяет. Предположим, что мужчина действительно вас предложит бросить или что-то еще. Почему вы воспринимаете это так негативно? Если вы его любите, вызываете ему счастье. Если он вас бросит, значит он поймет, что без вас он счастливее. Если так, если так, то разве вы не должны быть счастливы? Разве вы не должны быть счастливы от того, что ваш любимый счастлив? Если вы его любите, то да. А если вы не чувствуете счастье от этого, если вы не хотите, чтобы мужчина был счастлив, значит, вы любите его, любите не его, а вы любите себя через него. И через этого мужчину вы пытаетесь реализовать некоторые из своих потребностей и желания. Через этого мужчину вы пытаетесь самоутвердиться, возможно, или восполнить то, чего у вас не хватает. Ну, например, отца. Разница в возрасте такая большая, значит, 17 лет. Это почти всегда про отца. Это почти всегда про то, что у вас, по сути дела, есть желание иметь отцовскую любовь, отцовскую ласку и тепло. И именно это вы пытаетесь реализовать через своего мужчину. И тогда вам рекомендуют личностный рост, значит, развитие своей самодостаточности, развитие своей независимости, направленности, направленность в большей степени на самого молодого человека, на вашего мужчину, а не на себя. И, по сути дела, работа на своей самооценке. И вот подобные направления вам нужно делать, в подобных направлениях вам нужно идти, чтобы ревность вас не доставала. Отдельным пунктом хотелось бы отметить следующее, что, когда вы ревнуете, и если вы свою ревность как-то проявляете, то вы волей-неволей намекаете своему мужчине на то, что он таки может вам изменить, он может это сделать. И тогда, если он может изменить, то волей-неволей мужчина начинает об этом думать, и вероятность того, что он вам изменит, конечно же, повышается. Так же, ревность свидетельствует не только о вашей повышенной потребности в мужчине, и не только о неуверенности в себе, но еще и о том, что вы в нем растворяетесь. То есть, вы теряете в его контексте свою самобытность. И если мы говорим о вашей самобытности, то это означает принесение в отношение того, что является вашим, то есть ваших представлений и об отношениях в целом, и ваших представлений о том, как должен вести себя мужчина и женщина, как они должны выстраивать свою линию поведения и так далее. Все вот это является принципиально важным. Если вы действительно в своем мужчине растворяетесь, то очевидно, что растворяясь в нем, вы теряете свою привлекательность для него же. И если вы теряете свою привлекательность для него, то мужчине, естественно, меньше резона с вами быть в отношениях. Ну, а растворяемость человека в другом доставляет того, в ком растворяется, видеть в том, кто растворяется, самого себя и переживать из-за этого негативные эмоции. И я бы хотел, чтобы вы вот именно это постарались для себя понять. И помимо того, что я вам не сказал, каждый раз, когда вам хочется ревновать и предъявлять претензии, дайте своему мужчине что-то хорошее, позитивное, ласковое, нежное и так далее. Два или три или четыре раза вы так делаете, а потом у вас будет это получаться автоматически. Теперь по поводу того, что один раз они встретились с мамой без вас. Это, по сути дела, мнительность и приводность. Это, по сути дела, опять же страх. И все это упирается в то, что у вас есть огромная неуверенность в себе. Чтобы эту неуверенность преодолеть, нужно понимать, в чем именно вы неуверенны, в чем вы в себе сомневаетесь и как это можно купировать, реализовать. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!